Тебе ведь нужна баня от блох, да? Элиот! Элиот, ты дома? Сейчас открою, Колин. Ну же, Элиот, не заставляй меня висеть. Привет, Колин! Элиот, это мой племянник Памрой. Привет, Памрой. Он добрый и умненький. Я рада, что ты любишь щенят. Люблю щенят. Я сам был когда-то щенком. Прекрасно. Значит, о Памрое пару часов позаботишься. Пару часов? Прости, что я так поздно предупредила. Я как раз кормила его ланчем, когда с работы сообщили, что там что-то чрезвычайное. Так что присмысли, пожалуйста, за Памроем. Но... Ради меня. Ради тебя? Ну ладно, пару часов. Вот, спасибо. До скорого, милый. Пока, милая. Наверное, она имела в виду тебя. Спокойнее. Спокойнее, малыш. Ну давай, давай, иди. Вот так вот. Стой. Проклятие. Памрой, у меня есть кое-что для тебя, приятель. На, вот. Иди со мной. Давай, давай. Ну вот, иди со мной. Ну иди. Ну вот. Хорошо. Иди. Вот и мы. Милый щеночек. Это не работа, Элиот. Как я могу выйти отсюда, если весь покрыт синячей слюной? Ты прав, Кэм. Правда? Да, это не работа. Начнем это приключение сначала. Хочешь, Элиот, нарисуй тебе занятную историю Эйца Харта. Почему у меня дурное предчувствие? Бандит, принеси утреннее издание. Ну? Где газета? В нее завернут чинок дядюшка Бакси. Какой умненький малыш. Я его буду любить. Лолик и Лилей. Позвольте мне начать с представления нашего нового секретного оружия. Фэлсон, щенячья морда. Величайший в мире самозванец. Бакси, старые приятели, понимаете? Я заключил с ним срочный контракт, чтобы украсть бриллиант надежда на веревочке. Мне нужно только изобразить рожу, которая помогла бы мне приблизиться к жажа Гиряв, чтобы сорвать ее шеи бриллиант. Понимаете? Потому что нет нас ведь и дамы, которая сможет сопротивляться таким невинным глазкам. Что вы драгоценны с хочет улучшить, маленький? Знаешь, он ведь умненький. Просто прелесть. Ты это знаешь, приятель. Срабатывает безотказно. Синячья морда. Это может оказаться началом связи не только прекрасной, но и бессмысленно больной. Сообщает Бау-Вау-Вау. Плохой день в городе собак. Тысячи поклонников собрались приветствовать международную звезду, собаку жажа Гиряв. Ее нежные лапки будут увековечены в цементе здесь на выставке лучших пекинэтов. На жажах хорошо известный бриллиант надежды на веревочке, так что охрана надежная. Ну, хоть и получше. Я не хочу, чтобы подозрительные личности приблизились к бриллианту. Есть, шеф Угрейли. Порядок, Синячья морда. Ближе нам уже не подойти. Не волнуйтесь, парни, я отсюда лазьбу его. Спасибо, дорогие, спасибо. Что тебе надо, маленькая грязная крыса? Я имею в виду, какой чудный щеночек. Почему я должен... Ну-ка, улыбнись фотографам, милый песик, носик, лапка. Мой бриллиант! Он взял бриллиант, заберите его! Именем закона, стойте! Поспешим! Откройте, шеф, откройте его! Неизвестность сводит меня с ума! Я разочарован, коротко говоря, весьма. Я тоже. Я думал, у мисс Гиря в клапке гораздо меньше. Найти щенячью морду и мой бриллиант! Немедленно! Стой, щенок! Тебя могут раздавить. Сержант, поищите его родителей. Найдем-ка мы тебе безопасное местечко. Эллиот, пора. Как думаешь, найдешь для меня работу? Это мое шоу. Отсюда и до конца. Спасибо. Читайте все! Известная звезда теряет известный камень! Полиция говорит, случай безнадежный. Эдди, давай газету. Хорошо, что это было не воскресное издание. Добрый день, депутатист. Вижу, ты прочитал о краже бриллианта. Да. Сдается мне, Рози, это то дело, в котором я могу применить свои зубы. Твой гонорар, все еще пять косточек в день. Плюс расходы. Что я вам сказал, ребята? Самая дешевая щенячья нянька в городе. Щенячья нянька? А как же выслеживание украденного бриллианта? Это дело полиции. Все мои люди заняты, сделаем это и надежды на веревочки. И мне нужен кто-то, кто бы нашел в родителей малыша. Эй, Харт, не щенячья нянька. Если я могу, ты тоже сможешь. Глупое занятие. Слушай, Эллиот, я частный сыщик, а не щенячий дознаватель. Щенячий глазки на меня не действуют. Не буду сидеть с щенком. Я детектив. Я сыщик. Я... Эллиот. Он плачет. Нарисуй соску для малыша. Ну хорошо, я согласен. Я знала, что могу на тебя рассчитывать, Харт. И, Эй, удачи. Эллиот. Могу я тебя побеспокоить? Мне нужно что-нибудь для ухода за щенком. Конечно, Эй. Спасибо. Первым делом следовало найти родителей малыша. Я развесил объявления по всему городу. Это было очень резко, но не совсем бессмысленно. Я бы поклялся, что ты собрался смыться с моим бриллиантом. Синячий морда никого не надувает. Ясно, меня схватили с этими отпечатками лап. А камень в полной безопасности. Ты меня понял? А вот теперь давай уберем его отсюда. Проклятье! Никогда не говори с незнакомцами, особенно если у них полицейский протокол длиннее, чем моя нога. Зачем негодяем? Он украл мой бриллиант! Не волнуйся, малыш. Со мной ты в полной безопасности. Бомрой, где ты? Эй, приятель! Бомрой, мальчик! Ты там, малыш? Бомрой, ты там, малыш? Открой дверь дяде Элиоту. Открой. Открой дверь. Ясно, сейчас темнеет рано. Что это? Элиот! Что это? Эй, помрой! Элиот! Элиот! Эй, помрой! Помрой, нет! Осторожней, щенок. Ты можешь навредить себе. А как насчет меня? Прости, Эйт. Элиот! Элиот! Малыш! Это была довольно жесткая посадка, но важно то, что малыш был в безопасности. А я нет. А ты настоящий танк, малыш, и еще быстрый. Но дядя Эйс быстрее. Я это сказал? Кажется, малыш привыкает ко мне. Я ведь ухаживал за ним от всего сердца. Таков Эйс Хард, собака, частный детектив. Что же, он получил хороший урок. Может, слишком жестокий. Длиноногий! Он умел вывернуть вас наизнанку своими собачьими глазами, будто смотрел в душу. Дядя Эйс обидел тебя? Что может дядя Эйс сделать, чтобы поправить? Получи в челюсть, варнязка. Никто здесь не найдет меня. Это очень опасно, малыш. Упадет. Бум! Постой, что это? Ты тут что-то наложил, парень? Я думал, до этого не дойдет. Нам как раз пора сменить эту грязную пеленку. Не двигайся. Кто выключил свет? Детское масло. Малыш вылил масло, я подскользнулся. Им можно было только восхищаться. Он ловкий. Лучше быть в собачьей тюрьме, чем так связанным. А куда это ты направляешься, малыш? Щенок! Прости, дружище. Что ты потеряла, Эйс? Остатки самоуважения. Спасибо, Рози. Удалось найти его родителей? Нет, а тебе? Никаких следов. Похоже, тебе придется побыть с ним еще несколько дней. Ну и что, маленький дуралей как будто преврастает тебя, как бородавка. Что за слова, Эйс? Младшенький, мы так беспокоились о нашем сокровище. Я схожу с ума. Вы его родители? Да, да. Папа, мама. Пока, малыш. Научишься говорить, позвони. Бриллиант у тебя. Минутку. Могу я увидеть ваши документы? Да, конечно. Дандит? Я должен был знать. Значит, теперь список преступлений Бахти Мерзавца пополнился похищением щенят? Отпусти малыша Харт. Резиновый памперс у тебя Бахти. Прости, что так поступаю, но это единственный выход. Рози, держи. Поехали, Рози. За той машиной. Смотри, малыш хочет поиграть в прятки. Прячься, я тебя вижу. Вижу. Так, подожди-ка. Да, я тебя пристегну. Ну вот, теперь ты в безопасности. Не смотри, но кажется, за нами хвост. Поверни направо. Уверен? Я знаю этот город, как в тыльные стороны лапы. И как твоя лапа выглядит в обычном случае? Элиот! Что это, эй? Омрой, прекрати. Успокойся, малыш, успокойся. Неплохо. Только посмотреть на все эти скалы, что ты нарисовал, острые вершины. Очень хорошо. Рембрандт! Прости, Эйв. Я просто хочу его немного взбодрить. Так вот, я взбодриваю тебя, чтобы ты вытащил нас из этой неразберите. Хорошо, Эйв. Хорошо. Быстрее, Рози, заезжай сюда. Парк, город и собак? Тут лучше всего спрятать малыша. Хочешь сказать, притвориться его родителями? Как думаешь, выдержишь? Ну, не знаю, обладаю ли я твоей сноруской. Ты сама неплохая моя бложка. А что ты скажешь? Рози, малыш пропал. Не плачь, малыш, дядя. Эйв, поцелуй, Бобо, и все будет хорошо. Я думала, это может пригодиться. Пошли, щенок. Бриллиант надежды на веревочке? Мог малыш выкрасить его. Только не мой. Наверное, Бакси его украл и хранил на малыше. Это объяснило бы, почему Бакси следил за ним. Я аплодирую вам, вашему блестящему прорыву в деду. А теперь давайте сюда бриллиант. Или нам необходимо безрассудное буйство. Ладно, можешь получить свой бриллиант, Бакси. Только не мучай малыша. Только не посылай меня обратно к ним, пожалуйста. Я сделаю все, клянусь собакой. Отвечай, Эйв, Харт. А теперь щенка, мерзавец. Хорошо, Харт. Время вдруг остановилось, а мои мысли помчались за малышом. Или к скалам. Младшенький, дядя Эйс идет. Нет, только не Харт, кто угодно, не он. Не смотри, малыш. Успокойся, малыш. Успокойся, поезд давно ушел. Погоня доведена до совершенства. Это не только бессмысленно, это ребячество. Ну что, мерзавец, пойдешь сам спокойно или... Послать за подкреплением? Почему ты маленький? Лапы прочь от щенка, мерзавец. А шейник на него рози. С удовольствием, Эйс. Не хочу, чтобы на шейке щенка красовалась большая блестящая игрушка. Хорошо сработано, Эйс. Наверное, нужно найти дом для щенка, пока мы не найдем его родителей. Я буду скучать по малышу, но ты права. Мир частного сыщика таков, что в нем негде воспитывать малыша. Можешь представить себе меня, пытающегося вырастить крошку. На минуту мне показалось, что ты подумываешь о его установлении. Думаешь? Нет, ты этого не сделаешь. Видишь, я признаюсь. Я Фелсон щенячий морда. Я украл бриллиант надежды на веревочке. Отправьте меня в собачью тюрьму. Прошу. Прошу. Ребята, подождите меня. Не оставляйте меня с этим типом. Постойте. Фелсон щенячий морда? Эллиот, что за идея? Амрой, наконец-то уснул. Эллиот, почему ты не сказал мне, что малыш Фелсон щенячий морда? Мне было жаль тебя. Ты к нему так привязался. Я не хотел тебя разочаровывать. Ты был так увлечен малышом. Эллиот. Привет, Калин. Он спит. Они такие милые, когда спят. И не так опасны. Он восхитителен. Кажи до свидания, дяди Эллиоту. Бай, дяди Эллиот. Он принес мое имя. Спасибо, что ты был так любезен. Пока. Пока. Конечно, ты никогда не увлечешься малышом. И ты, значит, никогда не говорил, ах, дядя Эйс обидел тебя? Ты уверен, я так сказал? Только пообязанности. А тебе понравится двойная обязанность. Ты что, собираешься нарисовать мне близнецов? Не будем торопиться, Эллиот. А может, целый выводок? Эллиот. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ.